Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! К вам очень сильно зашел видос, где мы выходили один на один, делали это красиво, оценивали. Правда, этот видос не зашел Ютубу, и, короче, Ютуб удалил этот ролик. Я его перезалил на второй канал, ссылка есть в описании. Короче, сегодня у нас такая же тема, но со штрафными ударами, поэтому сегодня у нас... Виктор Батов, замечательный парень, который забил штрафной удар в последние двух сторонки. Амкало. Алексей Гуркин, автор сотни голов в первом сезоне со штрафного удара. Во! Очень много комментариев на тему того, что ты отнимешь штрафные у Гуркина. Это правда? Нет, я не посмею. Я уважаю старость. Ну и, конечно же, замечательный Рома Рой, который в первом сезоне забивал с игры, но все мы помним, что ближние дистанции... Когда не было вот этих, ребят. Да, в ближней дистанции всегда были за тобой. У тебя, если не ошибаюсь, два гола, оба матча ТВ. Товарищ правилосоздатель. Правилосоздатель. Рома может оцениться выше, чем некрасивый гол. Рома, например, своим незабитым вот этим, где он сальто делал, типа, прикидыванием, набрал больше баллов, чем Сипскана, который забил. Спирич сегодня не может выиграть десятку. Десятка разыгрывается только между исполнителями штрафных. Но следующая десятка будет разыграна среди вратарей. Там будет участвовать Женя, будет участвовать Федя, Ромарой, Кефир. Самый красивый сейф выиграет 10 тысяч рублей. Но это если вы наберете под этим видосом 80 тысяч пальцев вверх. Ну что, самое тяжелое, это начиная челленджи. Но здесь десятка зависит не так сильно от меня, как от оценок нашего оператора. И Жек Спирякова. Интересно посмотреть, на самом деле, ребята редко бьют со стенкой. Они в основном бьют, ну, просто напрямую с линии. Здесь же у них будет такая неплохая преграда. Давай, пидор, три года. У меня стенки еще довольно высокие. У меня Блатт 192, Герман 190, ну и Леха. Куда без него? Самый лучший исполнительный штрафных ударов, который есть в Амкале вообще. Будет сложно, но я первый, и надо начинать хорошо. У меня есть десяточка, и у Виталия, оператора, есть десяточка. Но при этом мне понравилось, как ты летел. Хороший, ну, обычный гол, типа, не знаю, 5, наверное, из 10 нормальный. Ну, типа, красивый, когда от перекладины, или там, там, 9, в самом деле. Да, а этот, ну, просто мастерский, обычный гол. Ну, это на шестерочку я оцениваю. Мне очень понравилось, как летел Спирич. Я не могу решить сейчас, дайте подумать чуть-чуть. Я возьму вот ровно напротив штанги, и чуть-чуть подальше, чем Роморо. Хорошая, хорошая схема. Вот так. Санэ, если что, я один на силу буду бить, так что осторожней. Если мы поставим систему, как с Ромороем, типа, чуть-чуть править, я попробую три Вэлла дать, потому что оно будет очень красиво. Вот, смотрите. Ну, блин, плохой. Ну, Витя же сам знает, что про СВС. Ты про Витю или про СВС? Витя, понятно, плохой, а СВС вообще, конечно. Ну, это единичка. Ну, он сам знает, но это типа... А если я прям очень красивый, но кому-то в жбан? Это сколько баллов? Вот, это не твоя позиция. Гура, давай нормально. Подожди, вот я... Откуда ты любишь бить штабные? Это как в Казинос, вон оттуда, нахуй. Спириков меня прогнал. Я хотел надежно хоть одну забить. Может, оно и к лучшему, кстати. Вот честно, сейчас Перич открыл ближний. И если бы я поднял его, он бы зашел. Но, к сожалению, штанга. Ну, два, да. Типа, у Вити это один, но тут, блядь, чуть получше. Я не буду, как вы. Я не конкурент вам. Вы в порядке. Я на штрафные не претендую. Я бью вот отсюда. Отчет, офигеть, нет. Не факт, что получится, но я попробую. Я сейчас пить левый. Ну, а дистанция, мужик, здесь все-таки прям такая. Я все равно за слабые ноги. Ну, ты бы слева так пробил? На, блядь. Голову? Ну, блядь, я бы тебя, конечно, что-то тащил за это. Не, ну, на самом деле, ну, обычный удар. Если ты, типа, просто умеешь бить левый, то ты нормально так пробьешь, но это тройка. О, о, стед. Пошел направо. После первых ударов довольно-таки уверенно. Один из баллов на первом месте. А здесь ты знаешь, Ромарой, думаешь, блядь, ну он же не бьет вообще поворотом. Он же по тебе метится. Ему же плевать на гол. Давай не афишировать, где мы бываем. Мы обычно ходим в Теремок на Петровск-Розумовский. Он пьет воду, боится нервничать, смотрите. Даль, чё, чё по баллам за гол? Роми там стоял шестерочку. Дистанция была ближе, тут подальше. И я ставлю семерочку. И опять я вытянул на семерочку кошак. Ну, я скажу шесть. Я, блядь, мог его доставать, но... Слушай, ну тринадцать баллов, это десятка пока что Витя капает в карманы. Откуда бил блат? Я могу так же закрутить примерно, но это не будет, как бы, знаешь, то есть если побеждать, то побеждать прям вот красиво, да? Не так, что там этот семь накинул, второй семь тоже и... Обязан что-то придумывать интересное и мне нужен гол. Потому что без гола я вряд ли смогу получить там минимум тринадцать нужно набирать. Да, да, да. Готов? Залетело, залетело! Отстакали! Он заебал на своем канале эти десятки забирает. Да нет, блядь! Не, ну здесь, кстати, отстань. Ладно, молчи, мы молчи. Спирич, ты первый. Не, ну было, блядь. Я в ахуе. Просто я туда дернулся, а он ближний мне и дал, но это мой гол. Но, несмотря на это, 7. Ну, у нас, как и везде идет, на бал выше я ставлю 8. С моей точки это просто. Паутинка собрана прям полно. Третья попытка, и пока что десяточка на месте. Дальше мы все будем отчитывать. То, что я бью с подъема, это чисто для видео. С такой дистанции надо крутить, конечно, но здесь задача именно красива. Чтобы красиво, нужно вот не бы как. Этот господин. Ну, с гемом будет бороться сложно, но можно. Просто гол какой-нибудь, обвести стеночку, попасть от перекладины, это где-то будет 8. Ну, понятно, да, нет, здесь уже все. Это знаешь, как в штанге. Сразу пошел на тяжелый вес, да, тут как бы уже, блядь, смысла нет на легкие опускаться. Поэтому, да. Нет! Как же это больно, какая же ты. Я не забил, ребят. Я не забил, но это было весело. У меня все болит, ты просто меня не сбил, чувак. Вот сейчас удары блата, и если он не забивает, то ты можешь даже не бить. Топишь? Да, Гуриш, куда ставить, скажи, в сперс. Если тебе, ну, это нахуй не надо такого, ну, нахуй. Не, почему, блядь, а лучше, чтобы человек выиграть. Сейчас, чтобы выиграть, надо прям сажать, да? Ну, пиздец, да. Нужно что-то нереально жесткое дать, потому что Герман залетела вообще, это просто какая-то шара, блядь, нереальная, прям в девять. Блядь, опять он выиграл десятку, а сразу же кормил. Похлопаем Диктору Блатову. Вроде я не выиграл десятку, но в меня ни разу не попали. Громорою, похлопаем Алексею Гуркину. Ну, какие классные ребята. Скажем, по необычности твой гол, конечно, самый необычный, потому что даже если красиво попасть щекой, это классно, но это банально. Да, можно дать дугу большую, но вот за шведы, я, допустим, редко такие вообще, я бы, наверное, может быть, скорее крота бы поймал, чем в створ бы попал, поэтому это достойный, 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 да, что мы выяснили. Да, если слева буду бить я, с центра будешь бить ты, чуть правее будет бить Витя. С твоей половиной будет бить Гуриш. Мы на канале Леши, можно будет совсем скоро найти видос, где мы соберемся все вместе, все желающие, претенденты, попробуем все это дело, кто будет лучше, увидите там и, собственно, проголосуйте за того, кто забьет больше. Там не надо будет красиво, там главный результат, но по красоте, мужик. Спасибо. Я думаю, тут. Друзья, 80 тысяч лайков и Женя Спиряков становится лидером в следующем челлендже, потому что дальше идет вратарский челлендж на десятку. Самый красивый сейв. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы. С вами были мы, всем пока. Всем вкусного ужина. Субтитры сделал DimaTorzok